Добрый день, дорогие друзья! Сарданов Ксентьева, знаменитый мэр города Якутска, человек, которого часто называли мэром здорового человека, замечательная женщина, политика, которая не так долго пробыла на нашем политическом олимпе, несмотря на свое относительно невысокое статусное положение, мэр областного центра, это, конечно, серьезно, но не так серьезно, как какой-нибудь глава фракции в Государственной Думе. Но Сардана была часто интереснее, чем Зюганов, Миронов и даже Жириновский. На нее мы смотрели как на образец. Сардана принимала много интересных решений, она продавала дорогие машины, которые стояли на балансе мэрии, хотела продать, вот последний ее проект, продать дорогое здание в центре города, в котором находилась администрация. Очень правильные вещи. В городе многое было сделано под ее контролем, по ее указке. И люди, главное, люди чувствовали, что это народный мэр, что это открытый человек, человек искренний. Несмотря на какие-то там отдельные попытки тех или иных журналистов полить Сардану грязью, ничего не удавалось. И вот сейчас Сардана Аксентьева объявила о своем уходе. В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина – стрессы и постоянная тревога за город. Я лично уверен, что если бы Сардана Аксентьева работала в окружении не единой России, а кого-то более-менее адекватного, людей, которые тоже хотят работать на родную страну, а не хотят только распиливать и, соответственно, мешать Сардане делать нормальные какие-то вещи, то у него было бы гораздо меньше стрессов. Но когда человеку приходится прорываться с боем, каждое решение пробивать, вопреки системе, вопреки всему, что в стране происходит, это, конечно, очень большие усилия, большие стрессы. И вот результат. Надо признать, что я уже не могу работать 24 на 365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Во множественном числе операций. Это, видимо, на местном языке. Поэтому прошу, уважаемые работодатели, это она к народу обращается, уважаемые работодатели, люди, простые жители Якутии, отпустите меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни. Прошу принять мое решение. Сегодня, 11 января, я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий. Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений. Очень жаль Сардана. Удачи вам. Мы с вами, мы за вас переживаем, мы за вас молимся, кто верующий. Друзья, напишите, поддержите лайком, напишите комментарий. Я думаю, Сардана со временем увидит этот ролик, и ей будет приятно увидеть, что мы ее одобряем и поддерживаем, и желаем удачи. Вот как нам создать массовый поток таких достойных людей, которые пойдут во власть? Вот где нам взять таких мэров, губернаторов, министров региональных, министров федеральных? Ведь нам таких людей нужно в каждом городе по десятку. Это минимум. Где нам взять этих людей? Вот как в Советском Союзе. Курчатов, Королев, кто создал космическую отрасль, кто создал атомную отрасль, они до 60 не дожили. Они умерли в 56-58 лет. Это люди, кто сделали великие дела, но ценой собственного здоровья и, в конце концов, собственной жизни. Потому что очень тяжелая была задача. Сейчас войны нет. Ядерный щит у нас есть. Но даже в масштабах своего города попытаешься сделать что-то доброе, хорошее, вечное, потеряешь здоровье. Потому что слишком велико сопротивление этой системы. Слишком велико. Пока таких достойных людей, кто лезет в политику, пока их мало, им приходится крайне тяжело. Мы, как общество, как граждане, должны оказывать им всестороннюю поддержку. И более того, если у вас есть хоть какие-то базовые компетенции, готовьтесь. Вам самим предстоит баллотироваться, хотя бы в муниципальные депутаты, в рамках вашего района, городского поселения или поселка. Эти все вопросы в наших руках. Чтобы быть муниципальным депутатом, не нужно быть семипядей во лбу, академиком, доктором наук и так далее. Нет. Там довольно простые задачи. Но тактически и стратегически крайне важно убирать эту ядросню от власти. замещать их с собой. Вы, может быть, не эксперт. Но если вы честный человек, вы будете гораздо лучше справляться с этими обязанностями. И продолжая тему давления власти на оппозицию, на все здоровое, что есть в нашей стране, хочу рассказать вам вот об этой ситуации. Завтра, то есть уже сегодня, огласят приговор аспиранту МГУ, которому грозит 6 лет по делу о разбитом окне в офисе Единой России. Изначально 27-летнего математика Азата Мефтахова задержали по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, которое было обнаружено в Балашихе 11 января 2018 года, два года назад. В отделе его избивали и угрожали изнасиловать шуруповертом. Несмотря на следы побоев, Следственный комитет 9 раз отказался возбуждать по данному факту дело. То есть парень разбил вовсе Единой России окошко, его в отделении избивали, есть доказательства следы побоев, никакого уголовного дела против таких оригинальных действий правоохранительных органов, ничего такого не предпринимается. Что же до обвинения самого Мефтахова, то суд отказался его арестовывать за неимением весомых доказательств. суд отказался его арестовывать. Несмотря на избиение, несмотря на фактически пытки, парень на себя самооговаривать не стал. Молодец, выдержал. Тогда парня тут же задерживают, арестовывают уже по делу о разбитом окне Единой России. 30 января 18-го анархисты из движения Народная самооборона забрасывают в офис партии в Ховрино дымовую шашку, как итог разбитый окно и обожженный линолеум. То есть, на самом деле, ни о чем. Ну да, мелкое хулиганство, похоже на мелкое хулиганство. Дело, год ведется как вандализм, наказание до трех месяцев ареста, но после появления в нем нового подозреваемого, вот этого, Мефтахова, его переквалифицируют в хулиганство по мотивам политической ненависти, совершенная группой лиц до 7 лет лишения свободы. Друзья, имейте в виду, обычное хулиганство, примененное против Единой России, например, по мотивам политической ненависти, это срок в разы больше. Ключевых фигурантов исследователи выявили. Ключевых фигурантов исследователи выявили, Мефтахов же, по их данным, стоял в момент его совершения на Шухере, однако никто из участников акции подтвердить это не смог. Опять же, где доказательства? Более того, нет никакой информации о его причастности к группировке. Правозащитники уверены, что молодого человека судят исключительно за анархистские убеждения, которых он не скрывает. Мефтахов провел в СИЗО полтора года. Петицию за его освобождение подписали 75 тысяч человек. Вот как это выглядело. Какие-то люди подходят к зданию Единой России и кидают туда дымовую шашку. Вот и все. И сегодня оглашают приговор аспиранту МГУ. Аспиранта Московского государственного университета Ломоносова, математик, который выражал свою ненависть по отношению к партии Единая Россия, сейчас, скорее всего, схлопочет серьезный реальный срок. В нашей стране нужно быть максимально, предельно корректным, аккуратным, действовать в рамках закона. Друзья, призываю, обращаюсь ко всем. Пожалуйста, помните об этом, пожалуйста, сохраняйте здравомыслие. Если уж мы хотим прогнать мошенников, беспредельщиков, прорвавшихся до власти, прорвавшихся к кормушке, мы должны сами показывать пример противоположности. Мы должны быть максимально честными, откровенными, искренними. Максимально. Пожалуйста, не нужно срываться на полицейских, на росгвардецев, орать на них, мутюкать их. Это самые простые люди чаще всего. Я убежден, что выбиванием показаний, пытками задержанных, подозреваемых занимается меньшинство из них. Меньшинство. В большинстве своем это самые обычные парни. Просто работы нормальные найти невозможно. Куда пойдешь работать, если страна в кризисе? А тут вроде платят, кормят, одевают, поэтому идут. От безысходности. Покажите альтернативу. Вот представьте себе, приходят на Пушкинскую площадь активисты, дают мне интервью, общаемся. Росгвардия, полиция все это видят. Но что они видят? В основном приходят люди пожилого возраста, в основном люди за 50 приходят, а молодежи нет. Значит, что думает Росгвардия? Значит, большинство населения всем довольно, большинству ничего не нужно, проблем нет, высказаться, дать интервью не о чем. Значит, что рождается логичный вывод. значит, лучше быть с этим государством. Тут я хотя бы могу быть уверенным более-менее в завтрашнем дне. Их тоже прессуют, тех же правоохранителей. Их лишают премии за выслугу, досрочные выходы на пенсию, жильем их кидают. За полгодика до получения той или иной льготы их просто стараются уволить. Это известные факты. И на той же Пушкинской несколько интервью я брал по этому вопросу как раз. Но прямо сейчас по факту они не видно света в конце тоннеля. Если бы у нас в стране появилась мощная позиционная партия, которая бы объединила под собой вот эти мелкие разрозненные движения, если бы сказали, ребята, вот такая это программа, такой это план действий, и мы обязательно добьемся, чтобы это все стало реальностью. Но нет такой силы. Поэтому я и говорю, что оппозиция мертва. Оппозиция мертва. Есть отдельные оппозиционеры, есть искренние честные люди, но как политическое движение на данный момент у нас нет силы, которая отражала бы интересы народа. Не хочу как бы подробно разбирать эту тему, но вот посмотрел я интервью одного из руководителей КПРФ Афонина, Максима Леонардовича Шевченко. И они там замечательно пообщались, и тезисы были основные такие, КПРФ готова к борьбе. Мы проводим опрос и видим, что интерес к КПРФ растет. Главный вопрос. А вы что делаете? Люди на вас смотрят с надеждой, но где ваши действия? Вы готовы? И сколько нам ждать, когда это готовы перейдет в реальную активность? Ведь ничего же не происходит. Нет ни нормального освещения, ни работы с блогерами, с лидерами мнений, ни рекламы партии, нет коалиционного объединения. Давно было объявлено планы создать теневое правительство. Где это теневое правительство? То есть возникает человек, ну например, Сардана Аксентьева, но у нее нет поддержки, за ней не стоит мощная организация движения партии. Каждое ее решение приходится самой пробивать с трудом. Человек сделал все, что мог, потратил все свои ресурсы своего здоровья, выгорел, вынужден уходить. И каждый человек, кто сейчас сунется в политику, столкнется с такими же проблемами. С точно такой же ситуацией каждый столкнется. Пока у нас нет настоящей действенной народной политической силы, которой могла бы стать КПРФ, но не становится, которой могла бы стать партия Платошкина, но партию зарегистрировать не дали, самого Платошкина кинули под домашний арест. И много можно перечислять. Навальный вообще борется с Путиным, а на людей ему особо-то наплевать. Вот это то, какое впечатление есть, если мы будем анализировать его деятельность и деятельность его коллег. Это большая разница. И к сожалению, сейчас света в конце тоннеля нет. И неудивительно, что мы не пользуемся какой-то особой поддержкой от тех же силовиков и работников правоохранительных структур. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. По обсуждаемым проблемам мы в поддержку Сардана Аксентьевой. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok